Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Мне 20, девочке 19, мы в разных городах встречаемся два раза в год. Два месяца назад у меня была депрессия, я сказал об этом девочке, она меня выслучила, но именно с этого пошло что-то не так, она начала со мной меньше общаться. В этом месяце она не очень хотела со мной говорить из-за наших забор, получается долго поговорить только в воскресенье. Я заметил, что она часто начала проводить время с другом, и я уверен, что она мне не изменяет, но то, что она в последнее время пропучитает посидеть с другом и может поговорить со мной, меня это смутило. Я с ней поговорил по этому поводу, что мы стали обаляться, она стала меняться, она согласилась с этим и начала говорить о том, что понимает, что это неправильно. И дальше она завёлся диалог о том, что это началось ещё два месяца назад, с той ссоры, и начала говорить о том, что я ей не рассказываю о всех проблемах и переживаниях. Но я от неё ничего не умалчиваю, я ей объяснил, что все проблемы, которые подошли у меня, она обо всем знает. И сказала, что в момент, когда она хочет перерыва, я требую от неё больше активности. Я не менялся с января, когда мы начали общение, она тогда была активной. И сейчас она отдаляется и говорит, что хочет перерыва. У нас редко происходят ссоры, обычно не чаще одного раза в два месяца. Но за эти два месяца они происходят чуть ли не каждые 10-12 дней. Она ещё говорила о том, что наши отношения построены так, что я единственный их держу на плечах, и то, что она мне не помогает. Хотя каждый раз она меня поддерживала, поддерживала. Смотрите, весь аспект, на мой взгляд, следующий. То есть вообще несколько есть важных аспектов, на которые хотелось бы обратить ваше внимание. Пожалуйста. Первое, с чего хочется начать, это с того, что вы на расстоянии. То есть отношения на расстоянии всегда имеют свою специфику. Вот, к сожалению, специфику далеко не самую лучшую. У отношений на расстоянии есть свои моменты, вот, есть свои, так скажем, проблемы, да, есть свои нюансы. Вот, которые имеет смысл учитывать, если мы, ну, говорим, вот, об отношениях. О чем здесь идет речь? В первую очередь невозможность видеть человека, в первую очередь невозможность взаимодействовать с ним так, как хочется. То есть вот, не всегда есть такая возможность, да, не всегда есть возможность. Почувствовать человека, не всегда есть возможность его увидеть, не всегда есть возможность как-то вот, ну, к человеку отнестись. Вот, не всегда есть возможность проявить себя по отношению, ну, к нему именно так, как хочется, да, к сожалению. Вот, это важный аспект, потому что отношения в данном случае являются неполноценными. И без четких сроков того, когда вы сможете быть вместе, когда вы сможете постоянно, 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 постоянно встречаться. Без этих аспектов, на мой взгляд, очень-очень сложно выстраивать какие-либо отношения в принципе. Вот, то есть если нет вот этих вот моментов, если нет вот этих вот элементов, если нет каких-то, ну, четких сроков. Это первое, на что хочется обратить внимание. Вот. Второе, второе, о чем хочется сказать, это ссоры. Ссоры не происходят на ровном месте. У ссор есть причины. В ссорах важно уметь вести себя корректно, потому что ссоры это то, что, в общем-то, ну, может убить отношения. Может уничтожить их. Вот. Если вести себя, ну, вот, как бы деструктивно, так сказать. Да? Поэтому важно на этот момент также обратить внимание и учиться. Именно, что учиться. В ссорах вести себя корректно. В ссорах вести себя, ну, вот, конструктивно, а не негативно. Вот. Это очень важный момент. Потому что, если мы этого не делаем, если мы этому аспекту не уделяем достаточного внимания, то, в общем-то, с учетом того, что вы на расстоянии, ссоры могут ваши отношения достаточно легко уничтожить. Вот. Как научиться вести себя корректно в ссорах? Необходимо, значит, ну, разбирать конкретно, то есть конкретно разбирать ссору, да, ее, так скажем, ну, течение, да, ее вот, ну, происхождение, вот, ее развитие необходимо разбирать. Потому что, ну, просто иначе ничего не выйдет, иначе ничего не получится. Вот. Это очень важно. Очень важно на это обратить внимание. Вас, для начала хотя бы, да, чтобы вы хотя бы вот понимали, что, ну, есть, что есть определенные, эм, скажем так, паттерны, которые вот и приводят к конфликту. Есть определенные, эм, ну, проблемы, которые приводят к конфликту. Это, эм, такой аспект. Следующий аспект. Это ваша, эм, ну, вот, как вы сами, в принципе, говорите, ваша депрессивная стоя с депрессией. Ну, во-первых, пожалуй, эм, если, э, есть, э, депрессия, именно, вот, депрессия, как такова, да, то, на мой взгляд, необходимо, э, э, с ней отдельно работать. То есть, ваши депрессии, это, вот, отдельный такой симптом, не связанный, не связанный, э, с девушкой. Напрямую. Да? То есть, это все-таки история больше про ваше собственное состояние. Вот. И, ваше собственное состояние требует вашего же собственного внимания. Внимания к себе. Вот. То есть, это, ну, требует работы, это требует психотерапии, это требует коррекции. Дальше, э, вопрос, здесь очень важен, э, доверие, потому что, то, о чем, например, говорит, э, девушка ваша, э, ну, выглядит, вот, таким образом, что, она, э, просто, ну, вот, ее что-то не устраивает, да, но, э, по факту, просто, на данном этапе отношений, ваши отношения не настолько, вероятно, э, серьезные, не настолько глубокие, чтобы, э, э, как-то вот ей, например, ей, э, хотелось бы вас, ну, допустим, поддерживать, да, или хотелось бы общаться с вами, э, когда есть, ну, вот этот вот элемент депрессии у вас. И, plano. И... Вряд ли, эм, как, как, мне кажется, э, девушку можно за это винить, да, вот, ну, потому что, ну, если человек не чувствует ресурсов, э, вот , что он, наверное, не имеет смысла требовать от, у него там, ну, чего-то. Вот. Вот, пожалуй, то на что я бы хотел обратить в целом ваше внимание. Вот. Ещё хотел бы обратить ваше внимание на то, что вы не задаёте вопрос, у вас нет вопроса. Вот. Ну, то есть вы просто описываете определённую, скажем так, ситуацию. Вот. И всё. Ну, нужен вопрос. Нужно, чтобы вы сформулировали, что именно вы хотите, например, в своей жизни изменить, поменять. Допустим. Вот. Нужно сформулировать то, что вам нужно, да. Вот. И, собственно говоря, цельное обращение к психологу, да. То есть вы написали вопрос, это хорошо, это здорово, но этого недостаточно. Это вот такой, ну, я бы сказал, первый шаг. Это первый шаг. Вот. Первый, но не единственный, который вам нужно сделать. Для того, чтобы решить вот, ну, ну, проблему, скажем так, свою, да. Вот. В идеале, в идеале, в идеале, было бы здорово, если бы вы вместе со своей девушкой обратились бы к психологу парно. То есть вы вместе, вы оба, да. И поисследовали бы вот то, что, ну, вот является проблемой, скажем так, для вас, для неё, для вас обоих и так далее. Вот. И, соответственно, чтобы вы сформулировали для себя, чего же, чего бы вы хотели оба, да. То есть что между вами, что общего есть, как бы, у вас, да, например, вот у вас, ну, у вас двоих. Вот. Что есть общего и если что-то общее вообще. Вот. Потому что, ну, не то чтобы у меня были сомнения в этом, но всё же, проверить это, ну, крайне, крайне важно. Вот. Это не помешает. Проверить, если у вас вот какие-то общие моменты, остались ли эти общие моменты у вас. Вот. Потому что всё-таки важно, достаточно важно, чтобы у людей, да, было вот что-то общее, чтобы у пары было что-то общее. Если у пары ничего общего нет, то могут быть, ну, проблемы, достаточно такие вот, ну, достаточно серьёзные могут быть в этом смысле проблемы. Вот. Такой аспект я хотел бы вам тоже в какой-то степени озвучить, да. Вот. Ну, потому что это всё довольно, довольно важная история, как мне кажется. Вот так. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой, да, позволит вам начать двигаться куда-то. Надеюсь, что именно вот пищу для размышлений вам дать у меня получилось. Надеюсь, что я смог это сделать. Вот. Подумайте. И обратная связь позволит вам сформулировать основные направления для работы. Всего вам самого доброго. Всего вам самого доброго. Субтитры создавал DimaTorzok